Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще вопросы есть? DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Мы работаем очень хорошо, но я очень счастлив с моим командой, и я желаю вам здоровья. Поэтому, наверное, та роль, которую она сейчас имеет в Курске, подходит ей больше, чем та роль, которую она имела в прошлом году в ГМК. Еще вопрос. Спасибо. Спасибо. В принципе, 12 минут игрового времени, может быть, немного, но, в принципе, комментарии по лично вашей игре, чем вы были довольны, недовольны, и уже заранее знали, что больше получите времени игрового перед матчем, да? Конечно, знала, потому что у нас на утренней тренировке выяснилось, что немножко заболела НЭКа, я знала, что будет время, я готовилась к этому времени, и получилось забить свое. Не получилось в защите, очень много. Я считаю, что это из-за отсутствия игровой практики. Немножко теряются связи игровые, и когда ты находишься на площадке, ну, после, так скажем, перерыва, я три последней игры в Евролиге не играла, я немножко потеряла этот момент. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы Кристине есть еще? Нет? Значит, отпускаем. Спасибо, Кристин. Пожалуйста, ваши вопросы, Гуннур Суветри. В микрофон поближе. Сегодня вот только с утра выяснилось, что, во-первых, что с НЭКи, и как-то пришлось вам в связи с этим как-то перестраивать план на игру в связи с тем, что вы знали, что она не сможет сыграть вечером? Ну, во-первых, начну с того, что для нас это тоже был сюрприз. Утром НЭКи пришла, и у нее была очень сильная боль, и она не могла двигать рукой. И на самом деле она даже не помнит, когда это случилось. Она говорит, я ночью проснулась и чувствую, что рука ей просто болит и не могу. И сегодня она съездила к врачам, и там на самом деле небольшая проблема есть, но уже ее начинают это отпускать. И это касательно НЭКи. А что касается планов на игру, ну вы понимаете, что НЭКи у нас один из ключевых игроков, через который строится очень большая часть нападений. И в той же самой защите она львиную долю подборов подбирает и очень сильно помогает. И поэтому пришлось перестроиться, думать, как мы сегодня будем играть. Я думаю, что в конце увидели даже состав четыре задних, и который в принципе выглядело неплохо. И поэтому да, игра была совсем-совсем по-другому. Еще вопрос. Ланге вот сказал перед этим только, что он не любит играть с командами, которые теряют перед игрой, перед самыми ведущих игроков. Это как бы команду немного такую спортивную злость прибавляет и сложнее бывает, как было сегодня. Наверное, он отчасти прав. Это, может быть, мобилизирует команду, которая теряет игроков и игроки. Каждый понимает, что они должны чуть-чуть сыграть лучше, чем обычно. Ну, скажем так, в первую очередь по самоотдаче. Может быть, противник, видя, что нет лидера, чуть, может быть, как-то расслабляется. Но это, я не думаю, что это всегда так бывает, но иногда это свою роль может сыграть. Еще вопрос. Как удалось подбодрить игроков после того, когда соперницы вышли вперед и начали атаковать? Ну, мы, как обычно, даже, мы не паникуем в таких ситуациях. И начали искать тот состав и оптимальные, скажем так, игровые взаимодействия и возможности в защите. Взаимодействия, нападения и возможности, как защититься в защите, чтобы игру опять вернуться в игру. Ну, и нам это удалось, и мы попали, может быть, игроки, которые до этого чуть молчали, в этот момент попали хорошие броски. И я думаю, что концовку, скажем так, концовку мы сыграли здорово. Я опять же хочу поблагодарить игроков, что в этой ситуации, когда вроде бы кажут, что некий нет. И опять же, наверное, у всех у вас посвящают такие мысли, что трудно выиграть у такого противника, как у ЛНК. Три и четыре раза подряд. И, может быть, игроков посвящала мысль, что, может быть, сегодня, как бы, стоит, может быть, ну, не то, что сдать игру, а как бы не настолько упираться, чтобы опять, как бы, с новой энергией, и потом в финале четырех. И, ну, я утром сказал, что, ну, мы, как всегда, идем шаг за шагом. И эта игра, в принципе, для нас решающая. И побеждая сегодня, и оставшиеся двух играх чемпионата России, мы возвращаем себе второе место. И преимущество своего поля в полуфинале чемпионата России, что тоже является важным, важным, как бы, и обгоняя уже финал четырех Евролиги, но все равно нам придется играть чемпионат России здесь, и домашняя площадка в полуфинале. Я думаю, что играют очень большую роль. Пожалуйста, еще вопрос. Не думаете ли вы, что после трех подряд побед на ДУК МК, у них может родиться комплекс нашей команды, и они уже будут готовиться к чередовому поражению, так сказать? Вы знаете, у нас всякие разные мысли все время в голове. И мы думаем обо всяких вещах, мы думаем, и это допускаем, и допускаем обратно. Но вы поймете, что это есть спорт, и здесь каждый день, новый день, новая игра. Игроки могут проснуться в таком настроении, в таком настроении, в таком физическом состоянии. И особенно, если это девушка, это всегда прогнозировать очень тяжело. Опять же, опять же, я не хочу вот так вот загадывать и думать. Придет игра, выйдем и будем ее играть. Еще вопросы? Пожалуйста. Сиди на трибунах, я услышал два высказывания, сказали, о, блин, третий раз Динамо в игре с УГУК улыбнулась удачей. Вы считаете это правильно? Ну, наверное, тяжело выиграть у такого противника без доли удачи. Но, опять же, может быть, мы чуть больше сегодня хотели эту игру выиграть. И в нужный момент она нам чуть удача улыбнулась. И, ну, пусть, пусть люди думают так. Еще вопросы есть? Тогда, с вашего позволения, Гундерс, у нас вопрос на сайте. Скажите, пожалуйста, была ли у вас установка для Евгения Беляковой на персональную игру с Даяной Таурази? И если да, то, по вашему мнению, она справилась с остальной задачей? Почему-то кто-то подумал, что... Давайте насчет установок я не буду громко говорить, но хочу сказать, что Женя в защите справилась очень здорово. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Победу еще раз, Гундерс. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Используемся. Используемся. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОДЫСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!